Здорово, народ! На связи Влад. Я продолжаю проходить третий Dark Souls. В этом видео я планирую до конца дойти в локацию и закончить с одним из сюжетных деклайнов. Надеюсь, что у меня всё выйдет, но не уверен. Интересно, насколько сильно я в уроне потеряю. В прошлый раз я хотел справиться с гигантом, который тут живёт. И думаю, это будет неплохое начало серии. Я решил забить на Крисуса. Во-первых, потому что они будут отхватывать от гиганта. Чёрт. Про лок нужно забыть. Во-вторых, потому что они будут отхватывать от меня. Ну и я буду от гиганта отхватывать, конечно. Почему нет? О, не-не-не-не-не. Ну ладно, пьём. Это повод. так какой на выбор чтобы да ладно крысы чертой ладно готов конец-то о господи прям сюда упал крыса две крысы отлично и обломок титанита плюс навозные пироги в неимоверном количестве это полезно так кроме того есть еще один важный сюжетный момент здесь на зоне это сеглор крысы будут мешать естественно у тебя есть много времени судя по тому где ты это правда о чем думаешь что поможем рыцарю пусть он и луковый зато дымка ой-ой я думал это труд уже крысин ладно так прошлый раз был веселый мимик здесь и рядом с мимиком была лестница которая нам сейчас и поможет черт у меня 33 тысячи душ и я их не потратил фаерлинг в начале серии ладно ладно будем работать над этим наверху собственно проход на козырек над гигантом на козырьке над гигантом предмет естественно я не доплывал зато тут ящерица отдай мне мерцающий титамит нет обломок титамита здесь душа удрученного крысу снова кирка болтается возможно потом я подберу тот самый предмет я знаю что там лежит там лежат электрические болты они не супер которые мне нужны учитывая что я практически не использую не практически я вообще не использую арбалет хороший арбалет мне не нужен соответственно болты это не то что мне необходимо здесь лежит душа и в конце стоят два сундука по моему один из которых минут кроме того здесь есть дыра в потолке из которой вылезает целая пачка василийсков я не помню правду как вы именем как так вот это мимик это сумму включат старые камеры и вот покерли василийске как из рога и забили в роге и так должен вам шутить на всякий случай обмазка господи и так не варшу странно почему так через этот распрыгнулся да ладно я ж перекатился оттуда ну ладно мне казалось я выкатился из облака успел но облаку казалось иначе ладно ладно понятно хорошо заход номер два у меня не здесь угли угли Да, обидно с этим проклятием вышло. Сейчас наверняка там моя статуя всё ещё стоит проклятая. Ну, по крайней мере, проклятие здесь работает так. В таком случае я не вполне понимаю, зачем нужны камни осквернения. Или как они называются, которые снимали проклятие в первой части. Эти вещи... ...потеряли свой первоначальный, скажем так, смысл. Потому что раньше с их помощью можно было снять, собственно, проклятие, которое возникало. А ещё мне интересно, будут ли там лежать мои души или 33 тысячи душ к нулю лету. Если к нулю, я даже, наверное, не особо расстроюсь. Потому что эта серия должна быть интересной, и для этого у неё всё есть. И для прохождения, и смотреть её, в принципе, будет интересно, я так подозреваю. Так, как тут всё происходило? Вот так. Да. Потому что здесь будет интересный босс, здесь будет storyline. Чёрт возьми. Она должна была по мне попасть, но не попала. Так. Всё, крысы всё... Нет, крысы не всё. Так. Так. Ладно. Внимание, вопрос. Где мои души? А, лежат. Годится. Значит, даже души остаётся, в принципе, на месте. Ну, и эти вымелили опять. Попробуем. Хотя мне сдаётся, это бесполезно. Ой-ой-ой. Сажай. Демоны. Насколько можно на них уже, наверное. О-ой-ой. Так. Варианты. Сагрид мимика дальнобойным оружием. Это вариант. Я не помню, что в этом мимике, если честно. Потому что, если в нём ничего полезного ещё, к тому же, не окажется, у меня будет булгурт. Так. Ничего себе я урона отхватил. На этот раз я не буду пока становиться человеком. Рейдеров там особо не предвидится, в этой части локации. Можно её обойти по-другому, но через этот лифт и через ту лестницу выходит быстрее. Так. Да. А я вот туда. Мне вот туда, и мне вот сюда. Подняться. Интересно, можно ли в эту дырку закинуть бомбу, чтобы сагрить честь Василийского или нет? Зоётся мне, что это, если можно, то крайне сложно. Режима прицеливания у бомб по-прежнему нет в наличии. Так, крысы. Да ну. А, стамины не было, наперед, так понятно. Буду интересно, почему же я не перекатился. Ответ предельно прост. Так. Так, хватит меня убивать Василийский. Чтоб вам пусто было, ну ты бери, сидеть там. До этого в своём закадровом прохождении я на них умер ноль раз. Возможно, я что-то не так делаю. Возможно, я зря на них лолочусь, например, потому что лог не пойми, что я делаю. Так, нет-нет-нет-нет-нет, я пошёл. Там минус один или минус два, я вообще не понял. Так, бомбан прошёл. Всё? Или Вы будете сюда подниматься? Будете, да? Не очень успешно, но это будет. Или очень успешно, потому что я не в ту сторону перекатываюсь. Хорош. Чёрт. Нет. Это уже становится смешно, да. На последнем. Как насчёт лука? Да, и это такой именник. Ну-ка, снять его под лицом. Собственно, вот и всё. Всё, что требовалось сделать. Везде есть кольцо власти над тьмой. Для определённых билдов будет полезно, собственно, для кексеров. И дальше это будет... Ну, в этой локации дальше будет то, с помощью чего можно стать декстром, если очень хочется. Так, всё. Эти готовы. Я зря выпил эстус. Но это всё мелочи. А у вас не пирог. Именно то, чего я искал. Так-так-так-так, что здесь есть? В этой локации больше ничего. Идём дальше. И дальше очень неприятный кусок. Потому что здесь... Вот эти ребята массово. Тюремщики. А ну, тюремщики они называются. У меня уже нету... Нету ХП. Чёрт-чёрт-чёрт-чёрт-чёрт-чёрт-чёрт. Я подожду, пока отрегенит моя. Максимальное здоровье. Или не подожду. Да-а-а. А, естественно. Климо через стену, да. В себя им попади. А если я через стену... Нет, у меня явно хуже получается. Определённо. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А сколько же они неприятные? Чёрт. Почему-то она не ложится на пол. Ты не попадаешь по нему через стену. Большой осколок титанита. Там прямо по курсу шорткат. Насколько я помню, да. Да. Камень драконного туловища. Где он у нас? Не кавинанский ли это предмет? Нет. Хмм. Так. Это уже интересно. Камень драконного туловища. Ага. Вот он. Дает драконе тело и рыб дракона. Камень, пропитанный силой присносущих драконов, используется в тайном ритуале пути дракона. Позволяет получить тело дракона и драконий рыб. Это изменение необратимо до самой смерти. С древних времён путём дракона следовали воины, которые, как утверждают, видели пик древних драконов во время медитации. Подчас они слышали даже отдалённый звук огромного колокола на вершине. Я не буду сейчас это юзать, потому что не хочу вас назвать. Здесь довольно странные персонажи сидят. Потому что из них вылетает кровичь, и при этом это нельзя задамажить, и они не являются противниками. Дальше мост с шорткатом. Здесь лежит Sunlight Blade. Мммм, так. Блин, опять рычаг саморужит. Сколько можно? Костёр впереди? Нет, впереди короткий путь. Не угадал. Да, впереди, правда, короткий путь. Его нужно только открыть. В этом вся проблема с коротким путём. Есть ли у меня кольцо защиты жизни? Если что, да, есть. Короткий путь это та решётка, которая была с надписью с этой стороны не открыта. Вот она. Теперь есть короткий путь. Ура! Едем обратно и разбираемся с теми тюремщиками, которых там толпа. Потому что там лежат полезные вещи, действительно. И они, по сути, прикрывают путь, перекрывают путь, преграждают к следующему костру. Кроме тюремщикам здесь... Здесь есть кое-что более отвратительное с виду, но менее опасное, по сути своей. Это вот эти вот... Вот эти ребята. И они охраняют здесь кое-что не менее важное. Да, да. Чем-то не менее важным я подразумеваю... Не-не-не-не-не-не. Да что за жизнь какая-нибудь? Такую атаку я вижу у них впервые. Потому что поэтому они менее опасны. Я знаю, что они умеют плеваться, особенно те, которые без светящегося оружия. Я знаю, что они дропают своё костяное копьё. Но вот такую атаку вижу впервые. Под чём-то более ценным я здесь понимаю схранённый уголь. Пока у меня горит огненное оружие, я планирую всё-таки немного поубивать что-нибудь, что здесь находится. Так, я их сагрил или нет? Нет, значит я могу с мимиком попытаться разобраться. Ммм, это такой мимик. Вот эти менее опасные, ребята. Более опасные четвероногие. Как на втором ударке были. Потому что у них гораздо менее предсказуемый граб. Здесь лежит титанитовая тишуя. Здесь лежит что-то, что будет орать, по-моему. Вот тот сидящий уголь труп. Пепер жёлтого и чёрного. И да-да-да. Орущий труп. Кольцо зари. Так, в итоге подобралась у нас уголь. Подобрался. Так, они сюда пришли? Чёрт возьми. Дришкин курим все сразу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Только я читать собрался. Что вы тут делаете? Что вы тут загрели вообще? Всё, засверился. Что? Простой смоу. О, ещё один есть, конечно. Так, ты сюда пойдёшь? ну нет не пойдет пойдет ладно пьем и убиваем ты не будешь дым свой пускать и вот это все теперь я могу посчитать я надеюсь так уголь уголь для закаливания оружия останки остатки пламени поглотившего оскверненный город сохранены в легендарном в ледяном черепе пламя в ледяном черепе окей передайте его кузнецу в храме чтобы тот ну да так и всегда так а здесь что пепел чародея который изучал золотые чары давно потерянной страны служанка при храме сделает из него что-то отражающие суть покойного их называли желтыми ученым некоторые по глупости пытаются подражать им просто раздевшись в желтое это отсылка к демон соус вся эта локация отсылка демон соус в том числе вот эти предметы все вот эти вещи связаны желтым ученым фантом хейзл желтый палец вот этот отоголь шмот это все отсылки для нас там был целый босс который выглядел вот так по моему я об этом уже рассказывал здесь сидит а нет вот этого можно как раз чуть дальше сидит нпс которому нужен специальный ключ так полоска хп есть полоска хп совершенно необязательно его открывать здесь и он такой же как был на болотах только более толстый но там по-прежнему до хватает трех моих ударов не силовых и здесь кроме этого я ничего не смог обнаружить на другом персонаж так что к нему в принципе лучше не соваться потому что достаточно страшно здесь запертый нпс который в конце серии нам поможет я надеюсь здесь доспех альва наверное один из самых популярных популярных сетов из второго дарка и это то в чем я дальше буду бегать скорее всего если он не влезет без танцев с бубном не влезет без танцев с бубном потому что у меня есть катана есть факел теперь влезет годится так там я был там я читал там я тоже там шорткат значит на вот туда по моему тут тоже до до 52 тысячи душ прекрасно и здесь выход наружу не уверен что мне поможет обмазка на том что сейчас будет но лучше с ней чем без меня впереди костер в своем здании если я сейчас духу на одном враге который сюда прилетит такой вот аналог горгуль это будет очень обидно и не 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 в принципе она довольно несложная но у нее есть несколько неприятных атак гораздо лучше выманить ее на вот эту площадку чем вот это вот одна из неприятных атак в основном потому что отваливается лук это вторая из неприятных атак по той же самой причине ну-ка ну-ка да она стагерит с большим оружием не хватило немного теперь хватило отлично целом горгуль не сложная но когда она начинает летать все идет немножко не по плану кроме того у нее есть атака когда она зависает в воздухе и милишним оружием ей абсолютно ничего нельзя сделать большинством милишнего оружия может каким-нибудь длиннючим копьем ее можно достать или чем-то подобным у меня не получалось во всяком случае и после того как ее эти полеты заканчиваются она становится очень простым врагом и ура костер слова костер да это тот жест который я буду сейчас использовать видимо так это из него сразу же можно прыгнуть очень правдоподобно в геи ну ладно храм огня Храм огня. Я не прочитал описание Кольца Зари. Кольцо в форме короны цвета листьев получила принцесса Аласилья, древней страны золотых чар. Снижает потребление очков концентрации, но при этом снижает и количество очков здоровья. Аласиль известен благодаря утерянным чарам, изучению которых посвящали себя чародеи Иеремии. Это уже что-то новенькое. Это кольцо в форме короны и редкий обращик великого магического наследия. Либо кто-то черепашка, то есть кто-то врет. Касательно того, что чародеи Иеремии изучали магию Аласилья, либо всё-таки есть связь между Демон Соулс и Дарк Соулс. Более того, события, происходившие в Аласилья, получается, были до того, как начались Демон Соулс. Что, наверное, любопытно. Я боюсь, что мне не хватит. Поэтому съем ещё одну. Всё, теперь должно хватить. Дай мне 30 жизней. Ну, 29, вот здесь. А-а-а, ладно. Хорош. Что у меня тут появилось? Продать? Не-не-не-не, передай. Не продай. И после этого у неё в продаже появляется... Броня Иеремии. Она по статам ниже среднего. Но выглядит довольно прикольно. Возможно, я потом куплю. Сейчас у меня просто нету лишних 20 тысяч. По-моему, у меня был осколок. Осколок. Ещё? Нет? Окей. Укрепить оружие... Хватит ли ему? Где-то моя секира. Хм... А, душ не хватает. Душ не хватает. Душ не хватает. Нужно 2 300. Это исправимо. По-моему, одной должно хватить. Да. Не сожрал больше нужного. Дай мне Мачете Плюс Си. Так. Так. Сирокрис тут. Да. Он вернулся в прошлой серии. Помню, что ты продаёшь. Скоро нам будет ещё выстрелять этому стрелку. Скоро нам будет в этой серии. Ладно. Здесь, пожалуй, всё. Отправиться в восквернённую столицу. В стартовой заставке говорилось, что... Главный у восквернённой столицы был гигант Йор. Узнаем, так ли это на самом деле. Защита Альви Искателя отвержена. Стальной шлем был усечён, чтобы снизить вес. По сей день трубадуры поют о странствующем рыцаре Альви и его приключениях, в которых участвовали святой и ведьма. Понятно, что ничем хорошим подобные истории не заканчиваются. Лежал его сет рядом с закрытой ведьмой. Возможно, о них речь. Скорее всего, речь о них. Собственно, о Альви и ведьме этой. Которую мы скоро узнаем, как зовут. Здесь есть два пути. Один из путей вниз. Внизу, честно скажу, ничего не нашёл. Интересного, полезного, хорошего. Туда просто можно пройти. Возможно, на знаке что-то написано. Важное. Удачи. Серьёзно? Туда можно перепрыгнуть? Видимо, да, там валяется предмет. У нас зараза. Нет. Вот конкретно туда перепрыгнуть нельзя. Не буду я пробовать. Здесь всё выглядит так, как будто перепрыгнуть здесь не выходит. А вот до этого предмета я обещаю, что мы доберёмся в этой серии. Случится это относительно скоро. Угу. Заряжено. Не-не-не-не. Вот эти вот полёты мне вообще не интересны. Ну-ка, ещё заряжено и всё. Да как так? В блоке стояло, типа что? Ладно, ладно. Крылом ты, значит, борщишь. Как вовремя ты открылся. Да я молодец. Они дропают своё оружие, но мне как-то пока на это дело не везёт. Осторожно, дыра. Это правда, да. Там есть дыра. Потом эта дыра будет полезна. Возможно. Но пока... Ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ладно. Так тоже сойдёт. Бросающий титанит. Не лишний. Второй. Да. Так. Дыру мы обошли. Дыру мы обошли. Здесь есть предмет. И ещё одна дыра. Эту дыру мы не обошли. Внизу болото, которое отравляет токсином. Куча паукобав. Раз мы уже поймали токсин, то всё не очень хорошо. Почему? Потому что наверх не вернулся. А вот там лежит мох. И отвлёкся. Всё? Да? Да. Из-за токсина. Ну-у-у. Будет ещё одна попытка. 3 700. Это вообще не то, из-за чего стоит расстраиваться. Даже если это потеряло. Ну и поехали. Лень мне спускаться по лестнице. Это долго. И с горгульей, респалмящейся, сражаться я не планирую. Я показал, как они убиваются. Время сейчас дорого. Кстати, если подняться по этой лестнице, то вверху можно будет забрать предмет, который видно от костра. И этот предмет, ржавая монета, в количестве 2 штук. Ладно, идём дальше. Горгулья, извини. Не до тебя. Интересно, где будут мои души. Наверное, в болоте. Текстуры подрисовались. На глазах. Из-за чего же я так бесславно сводился вниз? Из-за ржавой и золотой монеты. Ну ладно. Так, у меня по-прежнему ничего нет. Кроме эстуса здесь. Так, тут что? Да. Светущий мох, как я и говорил. Убить или попытаться перепрыгнуть, то да. Одно другому не мешает. Буши на базе. Ой, да. Как не дотянулся. Ладно. Можно попробовать заагрить их отсюда. Ну, у меня, во-первых, есть мох. Который надо бы эквипнуть. Во-вторых, так и так я здесь хочу отравление. Давай, иди сюда. Токсин в этой части, на удивление, не такой строгий, как в предыдущих. Как... Не в предыдущих, как в первом дарке. Так, паукобабы. По одной, пожалуйста. По одной. По одной же я говорю. За счёт чего вы летаете так нехило? Расскажите мне, пожалуйста. Это же не прыжки, это полёты. Ну-ка. Да, стамина! Вот это неприятная атака. Я её вижу тоже первый раз. Фидительные суммы какие-то. Что тут? Травленный смаз-свет. Попробуем не заагрить тут дополнительных... Ребят? Режим здесь кольцо проклятого укуса. То, что пригодилось бы на Василисках, да. Пока нет никакого смысла есть противоядие. Учитывая, что его у меня всего три штуки. Ударю же, господи, господи. Да, болота по-прежнему раздражают. Они, кстати, по-прежнему ваншотятся силовой, а я почему-то это забыл. И здесь есть проход, и здесь есть ещё одно бабище. Например, камень утраты. То, что будет сейчас, когда я увидел впервые, я просто офигел. Кровотечение? О, нет, я не хотел. Ну ладно. Ладно. Извини, чувак. Может и может помочь пройти кровотечение. Сейчас проверим. Так, у меня есть ури-катана. Ну и почему бы её не закалить, раз такие дела. И вот это, да. Здесь Огро-ладошки. С избытком пальцев. Три штуки. Да, и с грабом, под который я мудро попал. Интересно, переживу я его. Да, переживу. Ладно. Ладно. С ними проще сражаться на открытом месте и один на один, естественно. Да-да, поэтому Огро. Есть кровотечение. Пьём. Да был же перекат, что за дела? Ладно. Один готов. О! Леонора. Мне они до этого ничего не грохали. Навозные пироги в жутком количестве. Так, ладно. Ещё один. Ой-ой-ой-ой. Почему ж ты в эту сторону сел? Вот теперь я не переживу играть, да? И друг. Друг. Чёрт убери, мне больше жалко друг. Ой. Да. Ладно. На этот раз я буду всё пробегать. Для исключения, наверное, последние паукобабы, которые были там внизу. Потому что эта часть локации слегка неприятна. Помимо этих крайне живучих ребят, которым я вношу по... 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 Там... Три тысячи урона, прежде чем они помрут. Тут есть... Кстати, это поможет от граба. Тут есть травящее болото. Причём не чем-нибудь атаксином. Тут есть эти паукобабы. И вот там на крыше... Отсюда немножко видно. Есть NPC. Враждебный. С которым... Также будут проблемы, я подозреваю. Потому что он страшный. Да, ты заагриваешь. Что-то тебе... Ой, будет-то неладно. И ты тоже. Хватит. Рож. Готово. Пить. Бежать. Мачете мне в этом плане больше нравилась против паукобаб. Где оно? Нет, это не мачете. Вот мачете. Кстати, я не вывалился. Вывалился, естественно. Ну, поменяю уже, что делать. Да ладно. Что за дела? Да, дроп, к сожалению, всё. Очень жаль. Очень жаль. Леонора. Странное оружие, которым иногда пользуются уродливые жители осквернённой столицы. Сквернённое пламя было призвано проклятием родственниц некого оракова. Несмотря на свою вину, они продолжили жить, как ни в чём не бывало. Навык праздничный булоков. Поднимите топор, помашите и вот это всё. Не знаю, насколько это полезно и эффективно. Ну ладно. И что, дроп, конечно? И что происходит? Какие глинки? Так-то они простые, если они по одному, если они на ровной местности. Каких с ним проблем вообще нет. С этого, естественно, нет уникального дропа. Хотя, кто мне сказал, что там уникальный дроп был? Если они практически гарантированно дропают, эти навозные пироги. И здесь лежит камень очищения как раз. Ладно. Идём дальше. Как-то не без проблем в этой серии у нас сейчас всё. У меня. Почему у нас? Так. Не успел. Токсин. Зато успел я. Что не может не радовать. И вот эта башня. Вот в этой башне есть... В-первых, вот этот вот. Слоника-рука. Вот это. Огра-рука. И есть... NPC, о котором я говорил. Чёрт нет. На NPC как раз лучше... А... Вот эту вот самолучищую штуку. К нему можно попробовать под кассы. Судя по тому, как он стоит. Ну, нельзя... Или нельзя... Чёрт. Он перекатился от моего бэкстаба только что. Неприятно. Не люблю, когда от моих бэкстабов перекатываются. На прошлом персонаже у меня с ним было сильно больше проблем. Он дропает свиток Логана. Который можно отдать нашему опальному магу. Собственно, в пайрлинке. Здесь лежат углубленные стрелы. Фу, отравленное количество восемь нас шуток. Этот NPC был достаточно неприятен, когда я его первый раз проходил. Здесь лежит вот. Он уже гнев богов. У-у-у-у, где моя катана? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да-да, здесь он уже не такой проблемный, конечно. Если не попадать под этот его свинявый граф... Да ну, у тебя и такое есть. Продолжение этой комбы. Дай, я отхилюсь. И такой, и хватит. Здесь лежит шмот, в котором торчал NPC-фантом, чародей, на вершине, собственно, на крыше. Где его шляпа? Вот она. Капюшон из тех, что носили придворные чародей в восквернённой столице. По этому тёмному и высокому головному убору можно предположить, что они также играли роль Оракула. Многие чародеи заявляют, что именно они являются наследниками Логана Большой Шляпы. И в восквернённой столице находится одна из двух ведущих школ. Логан Большая Шляпа, я по-моему уже рассказывал, это NPC. Ну да, собственно, NPC. Он же учитель магии из первого Дарка. Самый сильный учитель магии. Единственный, кто добрался до архива в герцоге. Ничего себе, у тебя граф триггерится. Фу, тречется. Я перекатился на шару. Посох придворного чародея. То есть для магов эта часть локации будет крайне полезна. Кроме того, здесь предмет, который я обещал подобрать. И это целый мусор. Кому мог подумать. Ах, бесцельность, да, согласен. Там ничего нет. Но. Кое-что полезное ещё есть на этой крыше. Ой-ой-ой-ой. Что я сделал? Зачем я это сделал? Мне на крышу тут, господа. Мне не сюда. Можно я как-нибудь это всё перепрыгну? Видимо, можно. Так. И на крыше есть окно, в которое можно запрыгнуть. А мимо окна там есть проход дальше. По вот этой лестнице. Сначала я зайду в проход дальше, потому что после того, как я запрыгну в окно, сюда будет вернуться довольно сложно. И тут два секретных врага прямо по курсу. Я буду их убить. Если хочется спокойной жизни. Почему-то здесь у меня не тропают одни вот эти вот свои штуковины, которыми они всех прижигают. Климо. В безумном количестве. И не тропают практически не тропают ни одного ни одной маски. Маска у них довольно прикольная. Я бы её поносил. На абсолютный упор это выглядит. На другом персонаже наоборот были одни маски. Чёрт. Я когда-нибудь попаду в ключи. Кольцо тюремщика, на котором висят ключи. Кольцо с ключами от темницы ретила, принадлежавшие тюремщику. Открывает большинство камер. Зачем их держат заперти? Ведь они либо безумные опустошённые, либо ничтожные спятившие дураки. Нельзя сказать, что ничтожные и не все спятившие, но да. В основном так оно и есть. Вот то самое оконце, которое можно сигануть и прийти к Сигварду. от Сигмара. Конечно, прямой кусок титаника, почему бы и нет? Ох, ох, чуть не забыл кольцо, да. Кольцо жадного змея. Золотое кольцо жадного змея. Тихо, Сигвард, я хочу почитать описание кольца. повышает шанс найти ценности после смерти врагов. Золотое кольцо, изображающее змею, которая могла бы быть, но никогда не была драконом. Повышает шанс найти что-то ценное после смерти врагов. описание такое же ровно как у вот этого кольца за исключением первого абзаца. Поэтому далее я читать не буду. Так, что у нас ещё здесь на крыше есть? На крыше можно спрыгнуть обратно к шорткату, который ведёт к началу локации туда, где был гигант, тот самый шорткат, от которого я бегал на василисков. Я это сейчас сделаю. Потому что у нас теперь есть куча ключей. Отлично. Она здесь. А если у нас есть куча ключей, то можно открыть кучу камер. Чем я сейчас по-быстрому взглянусь? начну прямо здесь. Вроде как тут была камера запрета. Да. Так, тюремщик меня не заметил, к счастью. Здесь всего лишь ржавая золотая монета. нет, не дробно показалось. где еще по-моему здесь на... так. Если его сразу не заметить и не убить, потом не оберешься проблем. ключ беглого преступника открывает шуткат. Я покажу, что он делает, но чуть позже. не О, черт, на них катана. Не обязательно катана, но что-то с колющим уроном. Можно рапирой, можно кинжалами, но у меня есть катана. Собственно, это я и буду использовать. Ну, что-то дроб в душе. Да, пять штук. Включить тюремщика. И здесь пепель превродителей розников. Пепель. Пепел. Господи Иисусе. Так. Здесь тоже, конечно, можно пепель. Но это ничего не даёт. Это ведёт туда же. Дальше на этом этаже ничего нет интересного. Пепель. Окей. Теперь шорткат. Шорткат ведёт к тому предмету, с которым я обещал разобраться в прошлой серии. И это всего лишь всего лишь кольцо с яростным драконом. Так быстрее кольца искать. значительно усиливает чары. Особенное кольцо, которое получают те, кто считаются способными пройти путь открытия в Винхейме, родине чар, значительно усиливает чары. Как и пристало Школе Драконов, печатка изображает присносущего дракона. Яростный дракон символизирует истинную природу виртуозного чародея. Прекрасно. Так. Окей. Хм. Нет, это не совсем та часть локации, в которую я хотел попасть шорткатом, но тем не менее стало понятно, куда это все ведет. Так. Как мне быстрее попасть вниз? Наверное, через вот так. Да. Точно. Вон он путь к шорткату вниз. И шорткат вниз, это то, что мне сейчас требуется. В ту самую комнату, где сидел запертый NPC. Черт. Дифт, естественно, не здесь. Если мне в ту самую комнату, где сидел на запертый NPC. Это значит, что... Это значит, что мне снова убивать всех этих тюремщиков, там, в количестве шести штук. Или что-то около этого. Это, конечно, не про хорошие вещи. Есть ли у меня возможность как-то из мобильности агрить? Да. Так, там грисятина. Здесь проход. Трое, да? Ладно, везде. Так, стап. Блин, я не хотел быть стап. Уже плохо кончится сейчас. Ну, видимо, их можно и так по-наглому убить, если не получать от них урона совсем. Так, так, так. Нет, нет, нет. Я сюда, пожалуйста. Пойдете вы сюда или не пойдете? Если сейчас зацепится оружие за стену, то я труп. Потому что я никакую атаку не переживу с таким хп. Не то, что это их абсолютно имбовые становящие клеймо. Так, эти ребята сюда не выходят? Видать, нет. Ладно. Черт. Придется обходить. Ну, довольно неплохо получилось с тюремщиком. Быстро. Активно так. Ой-ой-ой, еще один тут. Я помню, что в одном из этих проходов был супостанк. Он забыл в таком. Надо было эквипнуть кольцо с золотым змеем, чтобы было, чтобы... Возможно, дропнулась их маска наконец-то. Так, кто-то бежит. Нет, это за стеной. Да, я вон, 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 вон. О, я тебя первый раз вижу. Хм? О, ты не одна из них, а ты? Актив, мои извинения, за ошибаться тебя за один из этих листочков. Да, я похож так прямо. Так. Какого бизнеса у тебя здесь? Это land монстрозитов. Ты здесь, чтобы... Но я вон, 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 вон. Спасибо. Какая радость. Так, плюс один NPC в фаерлинке. Ну, у меня есть кость. У меня нет кости. Черт, я забыл костяный прах жить. Есть кость. Нет, не костер храма. Я хочу... Да пройти все-таки эту локацию в этой серии, поэтому... Черт, возможно, я затянул. Мне сюда и надо. Зачем я пытаюсь отсюда перенестись еще куда-то? Так. Ладно. Дальше вот эта часть локации. Там внизу какие-то бабищи, которые похожи на тюремщиц, стоят вокруг чаши. Чаша эта стреляет пиромантией. Относительно больно. Поэтому под нее лучше не попадать. И прямо по курсу горгуля. Здесь нас пиромантия не достает, поэтому с горгулями лучше общаться наверху. Если там надпись, которая призывает спрыгнуть вниз и проверить что там, не верьте. Впереди только смерть. Эй! Гаргулья! Какого? Хрена. Я здесь. Меня надо убивать. Не-не-не-не. Не так. Не так. Гаргулья. Пойдем. Да не шар. Огненный. Гаргулья. Так. Отлично. Ой-ой-ой. Кривые тайминги. Не могу привыкнуть. Черт возьми. Ну, хотя бы я отхилился. Конечно, на лесу с носом пошел от такого дела. Ну, куда ты? Куда ты? Я же не приговорил с тобой. Чардж? Нет. Прыжок. Пьем. А хватит летать уже. Гаргулья. Гаргулья. Я тут. Так. Это блок. Это полет. Ну-ка. Да почему ж ты не истагеришься ты никогда? Может, потому что ты каменная, конечно? Готово. Так. Из тебя дрогнулось копье наконец-то. Ну, где оно? Понятно, что в копьях. Ну, вроде как копья должны быть внизу. Да, вот оно. Я слепой. Каменный факел-копье, принадлежавший Гаргулья из искренённой столицы. Негаснущее оспирнённое пламя наделяет это оружие силой огня. Навык огненный натист. Так. Что у него там со статами Гаргульи и с этим копьём? Ну, довольно неплохое огненное копье. Должен сказать. Скилинги так себе. Но, в целом, жить можно на таком копье. Да. Так лучше. Если уворачиваться от этих горгулок. Или просто бежать. То всё немного лучше. Здесь большая душа усталого бойца. Я не уверен, как лучше проходить эту локацию. Но, допустим... Допустим, я спрыгнул всё-таки здесь. Здесь можно спрыгнуть. Получить... Да. Это хороший выстрелок. Большой лук Грозеони. Так. Ладно. Ладно. Так, тётки, я к вам пришёл. Я пришёл сюда за луком и убить тёток. Как видно, лук я уже подобрал. Ещё я здесь подобрал ржавую монету. Стоил за ней столько топать. И они тут вместе как по команде спускаются. Эти тётки очень похожи не в тюремщиц. Но... Они не настолько опасны. У них есть... Пиромантия дальнего и ближнего боя. Честно сказать, я от них ни разу ещё блуду. На одном из персонажей. У них есть кинжальчик. Кинжальчик это повод сделать бэкстап. Если не жалко времени на анимацию. Здесь внезапно есть четвёртая. Готово. Прямо туман к боссу. Слева... Очередная горгуля. Да сколько можно в площадь. Выживать. Не стагериться. Готово. А... Помнеющий молот горгуля. Чуть позже прочитаю. Наверное в следующей серии. Потому что время уже поджимает. Я хочу по-быстрому разобраться с боссом. Так. Как жаль, что вы с одного не умираете. Всё было настолько проще. Хорош. И здесь куча трупов и денег. Если бы я пошёл дальше от того места, где я убивал горгулью на мосту и подбирал душу, я бы пришёл сюда. Хорошим способом, если есть проблемы с горгулями, будет прыжок в падении, о, удар в падении. Собственно, вот эта лестница может помочь. Так, будет ли тут горгулья? Видимо нет. Да. Да. Чёрт. Такая радость. И там, конечно, сагрены идти. Конечно. Конечно. Естественно. Даже без них. Нет. Хорош. Не надо мне жить. Тебе туда же дорога. Гулья. Моги. Готово. Ой. Тут ещё пачка этих служанок, а не служанками, назовёмся, я вспомнил. Перед ними два мимита. Стоять смотрит на мимика по разной цели. Угу. Жальчик. Текстап. И сейчас главная задача загрязь мимиков по отдельности. Ладно. Подходит. Ну, это граб. Они же с граба традиционно начинают. Так. Когда их будешь. Угу. Меня тоже расстроен. Здесь большой щит славы. По-моему, он был во второй части под другим названием, но... Факт в том, что он там был. Зря. 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 Нет, не очень зря. Поторопился. Мог сейчас отъехать на нём. Ну да ладно. К счастью, ржавая монета у нас только повезло выпало. Это не мимик. И в нём лежит уголь. Четыре эстаса. Хочу ли я так идти к гусу? В принципе, я думаю, мне хватит на него четырёх эстасов, если я всё верно сделал. Поэтому... Поехали. Теперь я закончу хороевую монету. Ру Госпом win. И я включаю на намерную свету грампову с дößодами катырина. И я. Я даже не знаю, как это комментировать. В общем, такие и дела. Клуб Йорма с Сигвардом явно какие-то тёрки. Лёгкий способ его убить. У него крайне много ХП. Он может быть убит без этого лёгкого способа. Но это всё дело такое. Так. Где то, что я подобрал? Вот. Вот он, лёгкий способ. Громовой меч, или как он там называется? Рыцарь Катарина его очень неплохо встанет и наносит ему просто поразительный урон. Это задуманный способ убивать гиганта. Даже без Сигварда он таким образом убивается. Проверено, в принципе. И по-моему, этот громовой меч является отсыпкой к демонам. Если я не ошибаюсь. Кресна с полной стяминой больше урона будет. По идее, должно быть больше. Чё-то не больше. Ну ладно. Сигвард сам убьёт Йорма. Даже если ему не помогать, насколько я помню. Но лучше всё-таки помочь Лукавке. Так, это что было только что? Это он всё-таки убил Сигварда? И меня. Окей. Окей. Вот это обидно. Вот так вот запороть квестовую ветку. Непонятно из-за чего. Я не мог быстрее... Ну, может быть, я мог быстрее стрелять из этой штуковины. Очень жалко. Почему-то у него даже ХП не отображалось. Я не знал, могу ли я как-то ему помочь. И казалось, что если не отображается ХП, значит всё идёт практически по плану. И Сигварда не должны убить. Блин. Очень обидно. Если всё так. В принципе, если сейчас ничего не изменится и квестовая ветка запорота, на самом деле это не такая большая проблема, потому что Сигвард после победы над Йормом просто благодарит главного героя за помощь и, собственно, умирает. Оставляю здесь свой эквип. Да. Не-не-не-не. Но одному Йорма убивать гораздо сложнее. Так, Йорма, отдай душу. Будь другом. Ой-ей. Ой-ей. Не та кнопка. Не та кнопка. А? Да, хватит. Пить. Чёрт. Под тобой должна быть безопасная зона. Ты об этом слышал когда-нибудь? Да. Вот так вот. То есть я по нему не попал, он по мне попал. Окей. Ладно, ещё один заход. В общем и целом, считаю ветку Сигварда выполненной, потому что она пройдена полностью за исключением его благодарности в конце и исчезновения. Он так и не говорит, что у него было за обещания по отношению к Йорну. Каких они отношения к собственному. Просто говорит, что спасибо тебе. Без тебя наверняка я не сдержал бы свои древние обещания. Ладно. Бегом, бегом, бегом. На всякий случай куголь, потому что Йорн как-то меня с трёх ударов убивает, мне это не нравится. Так. Отлично. Первый раз есть. Надо было сразу второй, чёрный, узнал. Хочешь сказать, что под тобой всё-таки небезопасная зона? Ну-ка, успей. Чёрт, пойду. Каким-то образом я успел выстрелить, но не успел попасть по нему. Пить. Пить. Так, есть. Надо успеть отойти. Этим его, в принципе, можно застангочить, насколько я понимаю, или нет. Это собьёт мне заряд? Нет. Я не очень понимаю, когда сбивается заряд, а когда нет. В принципе, босс лёгкий. В прошлый раз он у меня умер с первого раза. Без Сигурда. Лёгкий он в основном, потому что медленный. Лови. Вот здесь. Музыка, как всегда, классная. Я на боссах, конечно. Не до музыки мне должно быть боёв. Ну. Как не вовремя. Хорош. Проблема в том, что без Сигурда он практически не даёт кастовать эту фигню. А если он не даёт её кастовать, значит... Он не умирает, практически. Потому что убивать его без вот этого крайне сложно. Я надеялся, что готов. Ну, вот это последний заряд, который у меня на него потребуется, если я попалю. Мог бы сейчас попасть? Вот сейчас попаду. Держи. Ты готов. Это тебе за Сигурда. Ой. Нехорошо вышло с Сигурдом. Тем не менее, я уже всё сказал по поводу его стерилайна. Он со своей задачей справился. К нему претензий никаких. Дошёл до суда, худо-бедно. Но я немножко запорол её в самом-самом конце. Ну, а на сегодня я на этом заканчиваю. Спасибо за просмотр. На связи был Влад. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok